всего сколько 100 километров до примерно от москвы серпухов и вот такие вот тут красоты реке а серьезно всем привет на канале коптер тайм очередной выпуск drone news сегодня так получилось что мы снимаем городе серпухов это вышло совершенно случайно но мы принципе не пожалели потому что здесь действительно красиво и вы будете наблюдать эту красоту вместе с нами в этом выпуске погнали и начнем и сегодняшний выпуск с того что нас вышел обзор на mavic 3t ссылочку мы оставляем в описании обязательно посмотрите видос получился очень хорошим очень подробным и там есть красивые кадры марк постарался красиво отснял mavic 3t получился действительно очень неплохим дроном ввиду его габаритов еду его возможностей возможности его камеру поэтому обязательно переходить посмотрите видос интересно итак друзья начнем сегодняшний выпуск с mavic 3 classic 2 ноября компания диджей представила при осмысленный дрон mavic 3 classic у которого убрали вторую камеру хотя странно сейчас наверное большинство производителей гаджетов добавляет камеры насколько я знаю диджей решил убрать камеру но тем самым очень неплохо дешеве в дрон и теперь в принципе mavic 3 будет гораздо доступнее еще больше людей смогут его себе приобрести дрон получился таким же крутым как и предыдущие mavic это все те же 46 минут полета это компактная конструкция это хорошая камера и камера кстати у нас осталось хасел блат 20 мегапикселей с матрицы 4 к 3 также у нас остался протокол укусинг 3 плюс который передает изображение высоком качестве на достаточно большую дистанцию есть функция круиз контроля то есть мы можем поставить дрон чтобы он летел в каком-то направлении с определенной скоростью и заниматься непосредственно самой съемкой и уже не думать о том куда у нас летит дрон функция актив трек 50 у нас также осталось также изумительно работает в принципе с этим вопросов никаких нет также у нас остались автоматические режимы съемки quick shot time lapse гиперлапс и тому подобное принципе ну она была ожидаема что она останется но дрончик на самом деле получился очень таким я бы не сказал что бюджетным но дрон крутой и многие его скорее всего себе захотят но друзья кстати очень важный момент есть если вдруг случается так что вы этот дрон разбиваете страдают датчики то к сожалению при их замене на данный момент в россии их откалибровать не представляется возможным потому что не работает сервисное приложение поэтому летайте очень аккуратно приемник adsb у нас также есть который будет предупреждать вас о прилетающих рядом воздушных судах также у нас появилась система диджай гео 2.0 предупреждает о потенциальных опасностях для полетов в этом районе информация о местных ограничениях воздушного пространства значит на официальном сайте заявленная стоимость за базовую версию 1469 долларов 1599 долларов с пультом версия на 1 и внимание с пультом диджай и арси который идет с мини 3 pro 1749 долларов давайте сейчас по нынешнему курсу прикинем 108 1612 рублей но это по курсу cb если по реальному курсу там получается чуть дороже но это существенно дешевле в самой топовой версии чем мавик 3 который вышел до этого так что в принципе но я думаю что он сейчас приедет цена соответственно будет побольше но все равно это будет любом случае существенно дешевле чем обычного и 3 поэтому ждем приедет возможно снимем на него обзор хотя на самом деле не знаю насколько это логично потому что в принципе это тот же маяк 3 только без второй камеры мавик 3 classic вышел и как мы рассказывали в одном из наших предыдущих выпусках новостей должен выйти мини 3 light версия так называемая которая будет без датчиков но с такой же крутой камерой и также с возможностью вертикальной съемки поэтому ждем это дрон тоже должен быть интересно следующая интересная новость которая связана у нас с выходом маяк 3 classic держает сразу же выпустила крутые обновления с выходом этого дрона и что же это за обновление сейчас расскажем для маяк 3 classic прошивка 0100 0200 в обновлении добавлено ночной режим поддерживать 4к 30 кадров в секунду iso от 800 до 12800 посмотрим как это будет работать очень интересно потому что ночная съемка это тоже немаловажная вещь режим круиз control кстати вот да то что мы говорили да он походу появился только в новой прошивке будем юзать будем смотреть как это работает и настройка гейнов и экспонентов не супер важная штука но тем не менее для тех кто хочет добиться максимальной отзывчивости дрона максимальной плавности можно подстроить как дрон будет реагировать на стик это тоже очень прикольная штука это значит обновление для маяк 3 classic теперь обновление для маяк 3 прошивка 0100 0900 что добавили те же функции что и в обновлении маяк 3 classic но плюс к этому настройка качество вывода для гиперлапс параметрах айт и превью iso 1600 для делок его не было поддержка режимов spotlight и point of interest при использовании телеобъектива справили ошибку передачи цвета на фотографиях днг он же прав и теперь про обновление прошивки на пульты диджай рс и и диджай рс и проб в обновлении добавлена возможность закрыть с помощью кнопок c1 и c2 rth запроса низком заряде батареи и добавили в диджай рс и поддержку держаем аэк 3 classic и следующая новость которая тоже не менее интересная прошлом году вышел и r2s и теперь новая комплектация держа и р2s снова пультом держай рси то есть теперь у нас держи рси есть практически во всех топовых дронов на данный момент то есть можно эту комплектацию приобрести стоимость комплекта скорее все не сильно возрастет в отличие от n1 пульта но при этом те кто хотел пульт экраном но при этом не хотел платить огромные бабки за смарт-контроллер может теперь купить себе комплект держа и r2s держа и рси пультом или есть у вас уже есть диджай и r2s можно докупить этот пульт отдельно стоит он там что-то вроде не так дорого и использовать его с вашим диджай р 2s держай анонсировал 4g донгл на держа мини 3 pro еще пока к сожалению не известно как он будет крепиться как он будет работать будет ли он работать в россии но есть информация о том что в россии он скоро уже появится продаж поэтому обязательно ждем очень интересно потестить как он будет работать в общем смысл 4g модулью который устанавливается на дрон управление у вас будет не напрямую с пульта на дрон а посредством 4g вышек то есть те вышки которые нам дают возможность пользоваться мобильной связью соответственно есть основание полагает что там где есть зона покрытия 4g дальность у нас будет ограничена как раз таки вот этой зоной то есть улетать мы сможем далеко где-то выкладывали тесты по-моему китай чувак летал на мавике 3 с этим донглом и дальность там прям очень неплохая да возможно да и даже сто процентов скорее всего задержка сигнала будет намного выше но при этом качестве изображения оставится останется скорее всего на прежнем уровне ну и существенно возрастет дальность не знаю насколько это нужно для менее 3 учитывая его размеры но почему нет почему нет если есть какие-то интересные предложения по поводу вот этого донгла может быть у кого-то он даже уже появился обязательно пишите об этом в комментариях можно снять совместный обзор теперь перейдем с вами к не очень хорошим новостям время сейчас не совсем спокойно и связи с некоторыми обстоятельствами в некоторых регионах запретили полеты беспилотных летать аппаратов полностью то есть теперь даже официально нельзя запросить воздушное пространство для выполнения каких-либо работ но за исключением спецслужб наверное к сожалению обычным смертным теперь летать прям запрещено полностью значит что это за области нижегородская саратовская тульская московская и обязательно москва как куда без нее запретили использование беспилотников всех категорий как бы печально не было но тем не менее такой запрет есть и надо быть с этим очень аккуратно потому что сейчас за этим особый контроль ну и есть основание полагает что в остальных регионах ближайшее время тоже введут такое ограничение сейчас на улице холодно и наступает пора тени вупов поэтому у кого есть вупчики расчехляем перемещаемся в бары ресторанчики города москва и участвуем гоночках я думаю этот сезон будет на улице будет холодно в барчика будет жарко да к сожалению народу пока еще мало кто участвует гонках но чем больше у нас будет тени вупов чем больше у нас будет заинтересованных людей в этой теме тем соответственно все будет интереснее поэтому у кого еще нет вупа обязательно покупайте те у кого есть вупы готовьтесь к сезону я думаю что он будет интересным да еще одно ограничение полетов у нас устанавливается над топливно-энергетическими комплексами правительство поручило минэнерго ввести ограничение полетов беспилотников над особо значимыми объектами несанкционированный дрон будет считаться угрозой соответственно будет скорее всего сбит если найдут владельца то получит большие проблемы но опять же не будем о плохом я надеюсь данный выпуск вам понравился если это так обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии не забывайте про наш соцсети там тоже много чего интересного всем удачи и пока наслаждайтесь красивыми кадрами города серпуха удачи